Насколько велика наша Вселенная? И можно ли вообще ответить на этот вопрос? К сожалению, у нас есть возможность наблюдать лишь малую часть Вселенной, а наша планета это всего лишь крохотная её часть, а ведь там столько всего интересного. От самой большой планеты во Вселенной до таинственных радиосигналов. С вами канал ФактОпс, и в этом выпуске я покажу вам самую большую планету в известной Вселенной, а также поделюсь другими интересными фактами и теориями о космосе, которые вас точно удивят. Погнали! Эта звезда является самой яркой звездой в нашей галактике. Она находится в созвездии Большого Пса, она светит ярче Солнца в 22,5 раза. Помимо этого, она является одной из ближайших звезд к Солнечной системе. Она находится на расстоянии около 8,6 световых лет от Земли и является самой яркой звездой на небе после Солнца. Её видно почти в любой точке земного шара и принадлежит к типу звезд, называемых главными последовательностями. Её масса в 2 раза больше массы Солнца, а яркость примерно в 25 раз превышает яркость Солнца. Её поверхностная температура около 9900 кельвинов, что делает её одной из самых горячих звезд на небе. Сириус, также известный как Собачья Звезда, является частью двойной системы, состоящей из главного компонента, белого-голубого гиганта и его менее яркого спутника, белого карлика. Орбиты этих двух звезд очень близки, и они обращаются вокруг центра МАС, расположенного между ними. Сириус имеет большую историческую и культурную значимость для многих народов. Его яркая звезда играла важную роль в мифологиях древних греков, египтян и других народов. Например, в холодные зимние ночи Сириус занимал важное место в календаре Майя, и его появление на небе использовалось для обозначения начала лета. ВАСП-17Б ВАСП-17Б это газовый гигант, который находится на довольно близком расстоянии от своей звезды ВАСП-17 в созвездии Скорпиона. Да-да, как вы уже наверняка догадались, именно эта планета считается самой большой в нашей Вселенной. Она была обнаружена в 2009 году методом транзита, когда она проходила перед своей звездой и временно затмевала её свет. ВАСП-17Б относится к классу горячих Юпитеров и имеет очень необычные свойства. Он находится на расстоянии менее 4 миллионов километров от своей звезды, что сравнимо с дистанцией между Меркурием и Солнцем. Диаметр ВАСП-17Б больше диаметра любой известной экзопланеты, а её масса равна половине массы Юпитера, из чего можно предположить, что новая открытая планета имеет самую низкую среднюю плотность из всех известных экзопланет. В связи с этим он испытывает очень высокую температуру, которая достигает более 1500 градусов Цельсия, и большое гравитационное воздействие со стороны своей звезды. Эти условия привели к тому, что ВАСП-17Б имеет крайне необычную форму для планеты. Он растянут полосу и вытянут вдоль линии, соединяющей его звезду и планету. Кроме того, он имеет более маленький радиус, чем предполагалось, из-за своей вытянутой формы и очень горячей атмосферы. В настоящее время учёные продолжают изучать ВАСП-17Б и другие горячие Юпитеры, чтобы лучше понимать их странные свойства и процессы, происходящие в их атмосферах. Эти исследования могут помочь учёным лучше понять, как развиваются планеты и системы экзопланет во Вселенной. Крест Эйнштейна Крест Эйнштейна – это пятикратный изображённый образ галактики на небе, возникший благодаря изгибанию света в гравитационном поле мощной галактики, находящейся между Землёй и далёкой галактикой. Понимая, звучит очень сложно. Этот эффект был первоначально предсказан в рамках общей теории относительности Альбертом Эйнштейном и назван Эйнштейномским кольцом. Однако Крест Эйнштейна – это необычное Эйнштейновское кольцо. В нём видны несколько изогнутых искажённых изображений и ветвления, которые создаёт крестообразную форму на небе. Это происходит из-за того, что свет от галактики-источника несколько раз отразился или сгибался. Переходя через гравитационное поле нескольких галактик на своём пути до Земли, Крест Эйнштейна был впервые обнаружен в 1995 году как одно из самых удалённых тел на небе на расстоянии около 8 миллиардов световых лет от Земли. Он представляет собой одно из наиболее впечатляющих и красивых астрономических явлений, которые можно увидеть на небе, и является свидетельством того, что общая теория относительности Эйнштейна остаётся высокоточной и актуальной даже и по сей день. Астрономы зарегистрировали в космосе странные радиосигналы, источником которых может стать взаимодействие магнитных полей и планет и звёзд, вокруг которых они вращаются. Это может стать совершенно новым способом обнаружения экзопланет. За всё время изучения космоса учёными обнаружено более 4500 экзопланет, находящихся вне Солнечной системы. Большинство из них выявлены традиционными методами. Например, диск звезды слегка меркнет, если планета проходит на его фоне. Есть и другие способы определения подобных объектов. Теперь к ним добавился новый вариант. Звёзды испускают огромное количество нейтральных и заряженных частиц. Всё вместе это называется звёздным ветром. При взаимодействии с магнитными полями планет могут возникать явления на Земле, известные как полярное сияние, а также генерироваться радиоволны. Особенно если планета сама интенсивно даёт материю в космос. Подобный тип взаимодействия можно наблюдать в Солнечной системе. Например, Юпитера и его луны Ио. Как бы там ни было, существование планет вокруг таких звёзд ещё должно быть подтверждено другими способами. Но сама модель выглядит достаточно интереснее для учёных. По их мнению, радиотелескопы будущего могут быть достаточно чувствительными для выявления подобных экзопланет. И если их существование подтвердится, новая техника пополнит инструментарий для выявления объектов за пределами Солнечной системы. Нормальные галактики вроде нашего Млечного Пути имеют спираловидные рукава, которые вращаются вокруг ядра по спирали. Но во Вселенной есть и более экстравагантные формы звёздных скоплений, чем и является объект Хога. Или галактика Кольцо, которое находится в 600 миллионах световых лет от нас во звезде Змеи. Эта галактика имеет ядро и звёзды на периферии, но лишь на середине. Возможно, она столкнулась с другой галактикой, и та своими гравитационными возмущениями вырвала светило, кружившее вокруг ядра объекта Хога, с их робит 2 или 3 миллиарда лет назад. Но у этой теории много несостыковок. Кроме того, не удаётся найти галактику, ставшую виновником такого события. Рассмотрев объект Хога повнимательнее, астрономы нашли второй, такой же прямо внутри первого. Присмотритесь к верхней части фотографии, и всё сами увидите. Естественно, эти галактики на самом деле не соседки, а то, что одна проглядывает сквозь другую – просто совпадение. Тем не менее, это доказывает, что подобные явления не такие уж и редкие. Падающая звезда Конечно, я не спорю, что пролетающие по ночному небу звёзды – это случайный метеор, сгорающий в атмосфере Земли. Но во Вселенной существуют и настоящие падающие звёзды. И если планета столкнётся с такой, желание загадывать будет уже бесполезно. Эти светила не привязаны никакой галактике. Они были выброшены мощными гравитационными колебаниями струичных орбит, и теперь летят сквозь бездну неизвестно куда. Долгое время само существование таких небесных тел было под вопросом, но позже астрономы умудрились насчитать больше 675 таких звёзд в одном только Млечном Пути. Одна из самых примечательных – «Голубой гигант», который носит вот такое название. Это светило в 9 раз больше Солнца. И в настоящее время она находится на расстоянии в 200 тысяч лет от нас, и постепенно удаляется. Поэтому можете не беспокоиться. Скорость этой падающей в бездну космоса звезды впечатляет. 723 километра в секунду. Некогда эта звезда, видимо, была частью тройной системы. Одна из сестёр столкнулась с чёрной дырой, а две оставшиеся звезды выкинула инерции в открытый космос. Там они слились в одного голубого гиганта, бороздящего теперь просторы Вселенной. HD 189733AB Такое название носит экзопланета – ярко-голубой газовый гигант в созвездии Лисички, находящийся в 63 световых годах от Солнца. Её масса на 13% выше, чем у Юпитера. Изначально существовала гипотеза, что в атмосфере планеты должно быть много воды. Однако цвета планеты обусловлены наличием в её атмосфере частичек силикатов, рассеивающих видимый свет в синей части спектра. После некоторых сомнений эти данные подтвердились. Витра здесь состоят из частиц этого самого силиката и дуют со скоростью 8700 км в час. При наблюдении за этой планетой также удалось обнаружить, что на этой планете идут дожди из расплавленного стекла, что делает эту планету смертельной для жизни. Экзопланета находится всего в 5 миллионах километров, что в 30 раз меньше расстояния от Земли до Солнца. Из-за такой близости на светлой стороне планеты температура достигает 930 градусов, а на тёмной не опускается ниже 425 градусов Цельсия. Квазары Квазары – это космический объект, который излучает огромное количество энергии. На самом деле это самый яркий и далёкий объект во всём известном нам Вселенной. Квазары были открыты ещё в 1960-х годах, и с тех пор учёные не перестают исследовать их свойства и характеристики. Квазары излучают очень много энергии. Они издают свет, а также радио и гамма-излучение. Квазары трудно заметить на небе, так как они находятся на очень больших расстояниях от нас. Миллиарды световых лет. Если потратить всю жизнь, чтобы посмотреть на каждый квазар во Вселенной, то на это уйдёт не менее нескольких миллионов лет. Учёные предполагают, что квазары возникают в центре галактик, где находятся сверхмассивные чёрные дыра, где находится сверхмассивная чёрная дыра. Именно она даёт им всю ту энергию, которую они излучают. Однако всё ещё не до конца ясно, каким образом квазары связаны с формированием галактик и другими процессами, происходящими в Вселенной. Какое объект или явление впечатлило вас больше всего? Расскажите в комментариях. И не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!